Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Программу мы сегодня назвали «Социальная ипотека». Что нового, будем выяснять. Про новшества расспросим мы сегодня нашу гостью Гульзаду Качакова, руководителя пресс-службы Государственного жилищного фонда при Рейсе Республики Татарстан. Гульзаду, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что приглашаете. С удовольствием приходим. Надеемся, что нашим телезрителям мы даем полезную информацию и кому-то помогли. Полезную, актуальную, свежую. Из свежего. Буквально новость последних двух-полутора недель о том, что соципотека от Госжилфонда признана халяльной. Духовное управление мусульман. Татарстан одобрила программу соципотеки как соответствующую нормам шариата. Я специальный документ получила сертификат о соответствии, называется, исполнительному директору Госжилфонда Марату Зарипову. Вручили его, муфти Татарстана, Камиля Хазарат Самигулин. Что это значит? Почему эта новость такая важная? Для кого это было вообще принципиально, чтобы эта ипотека была халяльной? Потому что про инструменты исламские, финансовые, мы часто много говорим. Про ипотеку на моей памяти говорили не часто. Мы, в свою очередь, проводим опросы среди населения, в том числе и среди знакомых, и тех людей, которые к нам обращаются через социальные сети, либо через интернет-приемную, через наш сайт, были обращения от семей, когда они спрашивали, насколько это соответствует требованиям халяль. Потому что для людей религиозных это очень важная позиция, как оказалось. Мы даже недавно заселили дом, в котором разговаривали с семьей родители, рассказывали своих детей, они религиозные, им надо только халяль. Мы 11 лет уговаривали их, чтобы они встали на учет по программе социепотеки и получили. И поэтому появилась такая необходимость обратиться в Духовное управление мусульман, чтобы они исследовали, изучили нашу программу, насколько она соответствует требованиям халяль, нормам шариата. И после того, как специалисты, эксперты изучили и признали, дали нам сертификат о том, что программа соответствует требованиям шариата, мы получили сертификат халяль. А по шариату как раз этого самого судна не должно быть процента, да? То есть на этом не должен тот, кто дает это благо, не должен зарабатывать со счет процентов. Вот сейчас мы можем сказать, что наша программа соответствует всем требованиям шариата, и у нас есть сертификат халяль. Потому что для части людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и соответствуют критериям постановки на учет, им было вот это необходимо, мы сейчас об этом можем сказать фактически, что да, вы можете к нам обращаться и получить жилье, которое соответствует нормам шариата. Раис Республики не раз тоже в своих выступлениях говорил о том, что исламские финансы, эта тема сейчас такая очень актуальная и модная, и на стрие, что называется. И подчеркивал тот факт, что исламские финансы не должны быть менее доступными, менее удобными, менее выгодными, чем, например, классические инструменты банковские, и в том числе и потечное кредитование тоже. Получается, что вот эти вот нормы как раз-то и выдержаны, выходит, что они выдерживаются вполне. Очень много новостей таких около ипотечных, даже не социальной ипотекой связанной, а с льготными ипотеками, программами, которые сейчас, например, с 1 июля завершаются, завершились уже, можно сказать, однозначно. Льготная ипотека, та самая путинская, под 8%, все эксперты в один голос говорят, скорее всего, это уже все, вот 1 июля, это уже конец, дедлайн, ее не будет как таковой. Семейная ипотека, тоже очень приятная программа, которую все любили и хвалили под 6% годовых. Ее видоизменят, пока еще доподлинно неизвестно, как условия изменятся, разные слухи ходят о том, что если в семье есть дети до 6 лет, то процент прежней останется 6%, если старше 6, то вырасти до 12%. Опять-таки, нуждаемость будет учитываться, чтобы это не было инвестиционное жилье, чтобы это не оказалось так, что люди, у которых просто есть деньги, могут себе позволить ипотеку под низкий процент новостройки, и поэтому вот они делают рынок. А кроме того, тоже пару недель назад прозвучала информация от Дома РФ о том, что за 4 года существования льготной ипотеки, льготных программ, жилье в Татарстане новостройки подорожали в 2-2,4%. Вот такой вот рост цен огромный. Что в этом смысле с социальной ипотекой? Какие-то условия меняются или нет? Потому что перемен произошло много, ключевая ставка, вот 16% была, в июле ходят слухи, что будет 17-18%. Что в условиях социальной ипотеки? С процентом, со ставкой, с первоначалкой? Вот одна из наших задач, как и задача национального проекта «Жилье и городская среда» — это обеспечить доступным и комфортным жильем наших граждан. Что означает доступным? Программа социальной ипотеки имеет такие условия, что первоначальный износ должен быть от 10% от стоимости квартиры. Стоимость квадратного метра у нас определяется после того, как завершаются все строительные работы, на момент подписания протокола. Поэтому те дома, которые мы заселяли, последние дома в Казани, например, в жилом районе Салават-Копере, у нас сдавались по стоимости 88 тысяч рублей за квадратный метр. При этом эта квартира не в черновой отделке, не в предчистовой отделке, это уже квартира с ремонтом. Туда уже можно в день получения ключей при необходимости уже заселиться, потому что там есть электрическая либо газовая плита, есть необходимая сантехника, унитаз, ванна, все это уже стоит, есть межкомнатные двери. То есть уже приняв линолеем, обои, потолок, все уже сделано, то есть при необходимости можно в этот же день переехать минимальный набор мебели и можно уже начать проживать. То есть нет дополнительной необходимости в расходах на ремонт. Понятно, что если человек хочет на полу паркет, там какие-то элитные отделки, тогда придется ему, конечно, ремонт сделать, потратиться, но это уже частная индивидуальная история. Но квартиры у нас уже сдаются с ремонтом, с хорошим ремонтом. Про первоначальный взнос вы сказали от 10%. Опять-таки, среди новостей, буквально последних дней, три крупных банка российских, которые занимаются выдачей льготной ипотеки, семейной ипотеки тоже, подняли первоначалку до 50% и до 60%. Напомним, в начале года ее уже поднимали с 20% до 30%. Тогда уже люди за голову хватались, потому что, по сути, треть стоимости квартиры нужно, получается, уже иметь в наличии денег, эквивалентно третьей стоимости. А тут теперь получается полквартиры или даже больше половины квартиры. 10% — это от, да, это минимальная... От 10%. То есть если здесь соц. ипотеки. Да. От 10%. А если больше что, это какое-то преимущество дает или нет? Раньше очередь будет двигаться быстрее, не знаю. Каждая тысяча рублей, которая... Скорее выиграет. Да, у нас же бальная система. То есть люди заявляются, и когда при выборе квартиры выигравший определяется, то есть тот, кто получит квартиру, определяется по баллам и по рейтингам. Каждая тысяча рублей, которая пролежала на счету, дает один балл в день. То есть, соответственно, если человек, например, два года назад встал и вложил, например, 500 тысяч, то у него будет больше баллов, чем у того, кто сегодня положил на счет 500 тысяч. То есть это некая такая справедливая мера, когда человек, который дольше ждет у него и который кладет деньги, положил деньги. Добавлять можно? Да, конечно, можно добавлять. То есть можно его набирать ежемесячно. То есть у нас есть минимальный платеж, где-то около 7-8 тысяч рублей, которые надо копить ежемесячно. То есть он может накопить первоначальный взнос как раз ежемесячными платежами. Может единым взносом заплатить, да. Поэтому тут... Плюшки все-таки есть. Да, но мы рекомендуем нашим гражданам, если есть возможность, побольше класть. Потому что, во-первых, опять-таки баллы, да, и чем быстрее вы расплачиваете за квартиру, тем она дешевле вам встает. То есть даже если вы получили квартиру, у вас по графику платежей, например, 15 тысяч платеж, то вы, например, кладете по 20 тысяч в месяц, то вы просто быстрее расплатите за квартиру, и она вам дешевле обойдется. При этом у нас не надо... Это автоматически он списывается, то есть не надо ходить писать заявление, то есть автоматически перерасчет идет. Вот если те, кто получили, да, мы вот и в соцсетях это рекомендуем, потому что возникают вопросы, они говорят, есть ли смысл переплачивать, больше класть, чем по графику. Да, и смысл есть. Чем быстрее вы расплатите, тем дешевле обойдется квартира. Давайте наших телезрителей пригласим к разговору. Мы сегодня традиционно до начала эфира запускали опрос в нашей группе ВКонтакте. Спрашиваем у вас, уважаемые телезрители, наши подписчики, вот в ипотеке, в любой ипотеке, в социальной, в коммерческой, в льготной ипотеке для вас важнее всего что? И там предлагались варианты ответов, чтобы платеж был подъемным, чтобы первоначальный взнос был маленьким, чтобы процент был нормальным. Какой-то из этих вариантов наверняка вам подойдет. Мы в конце выпуска еще к этому голосованию, к этому опросу вернемся, его итоги подведем и прокомментируем. Хочу спросить про время, которое требуется обычной семье, чтобы дождаться своей квартиры. С момента, как они подали документы, встали в очередь, вынесли эту самую первоначальную сумму, сколько обычно в среднем люди квартиры ждут? Тут надо смотреть индивидуально, надо смотреть индивидуально по районам, по строительству, да, и где активное строительство, то это не так долго. Например, у нас пару лет назад буквально люди вставали, в этот же месяц, если воздавалось, они могли там в течение полугода даже получить. Вот у нас в гостях недавно, извините, перебью, недавно в гостях был медик парень, он рассказывал, что он получил тоже вот недельку через две. Оказывается, уже была готова на тот момент квартира, он прям недавно буквально встал. Такое возможно, да? Через пару недель после постановки он был медик, у него была какая-то еще специальная месяцкая субсидия. Да, у него отдельная программа, это врачи и грантополучатели, то есть это поддержка республики для того, чтобы наши больницы, наши медучреждения могли приглашать каких-то узких специалистов, которые будут оказывать населению ту помощь, которая нужна. То есть, например, не хватает в данном городе, например, кардиологов, вот они приглашают из других регионов, например, даже у нас есть из Хантамантийска люди приезжали. То есть это такая вот адресная помощь для того, чтобы привлечь каких-то очень нужных, важных специалистов, для того, чтобы наша республика была как раз вот оснащена всеми необходимыми медиками, то есть все необходимые услуги могла предоставлять. Что касается классических, стандартных сроков, то приоритетным годом участия в конкурсе у бюджетников является третий год ожидания, то есть они первыми допускаются к розыгрышу квартир. Если мы смотрим программу молодых семей, то по услугам данной программы они допускаются к розыгрышу квартир непосредственно в год постановки на учет. Но при этом тут надо понимать, да, иногда бывает, что говорят, вот мы бюджетники, мы стоим, а молодых вы допустили, но при этом у них нет каких-либо дополнительных приоритетов, то есть они также соревнуются при выборе квартиры теми баллами, которые они накопили. То есть это первоначальный взнос и как долго эти деньги лежали на счету. То есть каждая тысяча рублей в день дает один балл. Других дополнительных каких-то нет приоритетов. В данном случае надо учитывать, во-первых, как много строится в определенном населенном пункте жилье. Например, в Салаватку у нас в текущем году планируется сдача шести многоквартирных домов. В Челнах у нас строится четыре многоквартирных дома. В Нижнекамске в прошлом году, например, не было строительства. Вот нам сейчас выделили земельный участок. Там есть подведенные сети, которые позволяют нам построить два многоквартирных дома, по 170 квартир каждый. И мы сейчас как раз уже начали проектировать. Начали проектировать, значит, соответственно, это два многоквартирных дома. В текущем году не будет там на выбор квартир. То есть те семьи, которые ставили на учет, им пока выбирать не из чего. Соответственно, когда начнется строительство, мы информацию о тех готовностях домов даем в социальных сетях. Что сейчас делается в доме, какие виды работ производятся. То есть люди могут это и в комментариях спросить. Но крупные города мы даем в разрезе обычно двух недель. То есть какой процент готовности, что там проводится, какие виды работ. И там они могут отслеживать. И когда уже дом высокой степени готовности, когда уже начался процесс сдачи дома, тогда мы уже ставим этот дом на конкурс, где как раз-таки все допущенные категории соревнуются между собой на получение желаемой квартиры. Вот так это происходит. Да, и что хочется еще сказать. Да, тут очень важный момент. Среди наших подписчиков это очень актуально. Бывает, что вот дом уже достроен, и они говорят, ну когда же вы на мужество уже заселите? Дело в том, что когда дом достроен, есть этап проверок. То есть каждый дом, он должен соответствовать проекту. И проверяет дом специалисты госстроенадзора. У них свой определенный график, определенный срок проверки дома. Если они выявили, например, какое-то замечание, они дают время на устранение этого замечания. Соответственно, срок сдачи дома, сдачи, я имею в виду уже заселения, оно отодвигается. Помимо этого, после того, как мы, например, после того, как госстроенадзор, специалисты все проверили, что оно соответствует всем требованиям, это обязательно, без этого никакой дом не заселяется, начинается уже этап получения разрешения ввода в эксплуатацию. Это уже дает исполком конкретного населенного пункта. То есть они тоже, в свою очередь, проверяют. Помимо этого, мы подключаем к проверке еще управляющую компанию, которая будет эксплуатировать дом. Которая предстоит обслуживать дом. Она очень заинтересованное лицо. Да, безусловно заинтересованное лицо. Потому что, да, мы, например, отдадим ключи, а воды нет. И теперь же с претензиями в управление попадет человек. Да, с претензиями. Или, например, лифт необходимо проверить, чтобы он хорошо работал, без боев, без ничего. Их передать в специальную сервисную службу, чтобы она уже обслуживала на момент заселения, чтобы люди уже заехали и уже без проблем ездили на свой необходимый этаж. То есть сдать дом, это достаточно... Дом — это сложный организм. Там много... Волнение жильцов будущих тоже, конечно, можно понять. Да. Что же они его построили, до сих пор нас не заселяют. Да. И за все работы сколько примерно занимает времени? Ну, в зависимости... Сколько месяцев? Ну, примерно два месяца. То есть необходимо понимать, что дом достроен, но примерно два месяца, вот плюс-минус, да. Тут индивидуально надо посмотреть. Если нет замечаний, то, соответственно, это может быть и полтора месяца. Если есть замечания, то это может быть и два с половиной месяца, в зависимости от... И здесь как раз-таки начинается такой этап, когда люди начинают... Давайте уже заселяйте. Почему вы уже не заселяете? Заселяйте до Нового года, потому что нам надо встретить Новый год в своей квартире. Мне надо со съемного жилья переехать. И очень много вот таких сообщений. Но на самом деле необходимо понимать, что этот этап, его нельзя ускорять, потому что он, во-первых, не зависит от кожи жилфонда, и он опять-таки в интересах самих жильцов, чтобы им передали уже полностью работающее, качественное жилье. Поэтому вот этот этап... Да, поэтому, да, когда люди смотрят тех готовностей, они должны понимать, что дом достроен, это еще не означает, что вы на следующий день получите ключи. Давайте подведем итоги голосования. Мы подходим постепенно к завершению нашего разговора. Хочется подвести итоги голосования на наш вопрос. Для вас в ипотеке, в любой ипотеке. Что важнее всего? Смотрите, каждый третий, 36% с хвостиком, говорили, чтобы платеж ежемесячный был подъемным. 42% большинство говорили, чтобы процент был нормальным. Ставка. Ставка по кредиту имеется в виду. И что первоначалка была маленькая. Отвечало меньшинство, примерно каждый пятый. Это, наверное, люди еще не пуганные, которые не знают, что уже в льготных программах у нас очень большая, в российских льготных программах уже очень большая первоначалка, минимальная первоначалка. Можно по каждому пункту сказать? В социальной ипотеке, в среднем, как цифры распределяются? Платеж примерно какой? Можно средний какой-то? 15-18. Ну, зависит от первоначального взноса, от срок рассрочки. И у каждой семьи свой график платежей, он индивидуальный, исходя из тех данных, которые предоставляет семья. Если он предоставляет доход, например, 100 тысяч, то, соответственно, программа высчитывает, что он может, например, платить 25. Процент какой в соципотеке? Процент 7% годовых. Неизменный? Да. Не меняется, не планирует менять его? Нет, нет, нет. Он, как у нас установлено, в 2005 году не менялся. То есть первоначалка от 10% от стоимости квартиры. Чем больше первоначалка? Да. При этом стоимость квартиры намного ниже, чем пора никогда. Тем больше баллов, тем больше шансов. Да. Ну, наверное, тут надо учитывать, что помимо ипотечных платежей, есть же еще обязательные платежи, например, люди. Квартплата? Коммуналка. Ее тоже необходимо понимать. То есть, когда вы подбираете квартиру, когда вы говорите, да, я, например, могу 2 трети зарплаты отдать на ипотеку, вы должны понимать, что у вас еще помимо. То есть, жилье надо обслуживать, это квартплата, ее тоже необходимо платить. Очень важное замечание. Да, то есть, тоже вот это надо учесть. Спасибо большое, Гульзада. Спасибо за интересный рассказ, за полезные очень детали, нюансы и за то, что про все новшества нам рассказали. Все, что осталось старым, неизменным, и все, что нового появилось в соципотеке, вы нам сегодня рассказали. Приходите еще. Спасибо большое, придем. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня обсуждали социальную ипотеку в Татарстане и выясняли, что в этой сфере ново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова